Алло. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит представитель Патриархальной Церкви в Московской области. Моя фамилия Отец Михаил. Мы к этому не сюда попали. Нет, я звонил в ВД Яснево. Вы не сюда попали. Ну и что вы хотели-то? Это в ВД Яснево? В ВД Яснево. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Отец Михаил. Я представитель Московской Патриархальной Церкви. Я бы хотел узнать, не хотят ли ваши сотрудники происповедоваться? Не знаю. То есть мы проводим бесплатно выезд в Церкви? Не знаю. Не знаю. А вы сейчас можете узнать? Я не знаю эти вопросы. Фактов, пошлите сюда, пожалуйста. 421-01-88. Ну церковь и факт, сами понимаете. Ну и что, пошлите фактов, с любого подразделения, можно с магазина, послать заставы. Пришли и привет к вам сотрудники. Ну сын мой, может ты в грехах покаешься по телефону и душу очистишь? Нечего мне очищать ее. Я неверующий. Ну как, совсем неверующий? Да. А как же так? Атеист? Так же нельзя сын мой. У меня есть свой человек, с которым я общаюсь. А какой? Неважно. То есть у вас идолы есть? Все у меня есть. Я этим не страдаю. А вы знаете, идолы это нельзя. Это дежурная часть водоясища. Здравствуйте. Здравствуйте. Сын мой, здравствуйте. Это отец Михаил успокоит вас. Представьте, это патраханье... Парактов, пожалуйста, пошлите я еще раз. Говори, не сюда попали, не по этому адресу. Нет, нет, сын мой, дослушай секундочку. Я еще раз вам говорю, вы попали, не по этому адресу. Сын мой, это нехорошо. Кто бычку не спрашивает? Я говорю вам. Ну так нельзя, сын мой. Можно. Надо быть дружественным человеком. И некогда с вами на эту тему разговаривать. Вы мешаете мне работать. Ну зачем? Дешу вас. Добрый вечер. Сын мой, подскажи, пожалуйста, телефон УВД Южная Бутова. Не знаю. 0-2, пожалуйста, все вопросы. Ну подскажи, пожалуйста, сын мой. 0-2. Мужчина, ну отвлекайтесь, опять начинаете снова за это самое. Я понимаю, сын мой. Как солнце заходит, так начинаете беспокоить, или наоборот поднимается. Прояви милосердие. Одно и трус по тура. Смени пластинку, а? Прояви милосердие, сын, скажите... Белосипедский, сын мой. Голос поменяйте хоть чуть-чуть, да. Зачем уже голос? Дежурная часть, ребята. Сын, не гоже так слуге воробежьему говорить, как ты говоришь. Не гоже так слуге божьему говорить, как ты говоришь. Добрый вечер, сын мой. Слышишь ли ты меня? Дежурная часть, водоясня. Здравствуй, сын мой. Облегчи душу свою. Скажи о грехах своих. Обличите душу свою. Свою душу я излечил от служения. Облегчи свои. Но я не православный, ребят. А у вас такой церкви нету. А кто, вы католик, а ты ист. Да, католик. Католик? Да. Я сейчас позову представителя католического общества. Давайте, представителю, звоните. Позвать представителя католического общества? Конечно. Только другим голосом здесь, азербайджанским. А сейчас... Чтобы интересно было. А другим... Зачем другим голосом? Вы другой человек. Ну, ну давайте. Другим человеком. А другим... Только поменяйте номер, чтобы я не видал ваш номер. Зачем? Подождите, пожалуйста, две секундочки. Сейчас подойдет представитель православной церкви. Андрей, он работает, Андрей. Марк по словам на территорию. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, почему он такой отношение к православной церкви? Объясните мне. Не слышу. Погромче, пожалуйста. Я спрашиваю, почему он такой отношение к представителям православной церкви? Вы не по адресу звоните. Я звоню УВД Яснево. УВД Яснево к церкви отношения не имеет. Всего доброго вам. Почему вы так говорите? Сын мой, здравствуй еще раз. Продолжение следует...